Водители, пожалуй, самого аварийного транспорта, законодатели хотят заставить учить правила дорожного движения. Речь о владельцах скутеров и мопедов, среди которых немало подростков. Детали будущего закона изучила Юлия Воронина. Кто не падает, тот не ездит. Пятилетний стаж вождения скутера и полная уверенность в себе. Во время съемки Иван скрывает лицо. Неуловим он не только для объектива камеры. Сотрудники ДПС против такого водителя практически бессильны. У меня прав нету. У меня скутер 50-кубовый. Соответственно, постановки на учет не требуют. По словам Ивана, даже пьяное вождение грозит лишь штрафом. Максимум 500 рублей. Ездит без шлема. Безнаказанность и миниатюрность транспортного средства притупляют чувство опасности и порой приводят к катастрофе на дороге. На шестом километре сибирского тракта скутер на полном ходу врезался в автомобиль, стоящий в пробке. Водитель миниатюрного авто в коме. По словам очевидцев, он был пьян. Таких историй должно стать меньше. Во втором чтении Госдума приняла законопроект о введении новой категории водительских прав. Сейчас в России их пять. Скоро появится шестая. Категория М. Для мопедов и скутеров с двигателем объемом менее 50 кубических сантиметров. Зачастую водители, которые лишены права управления, пересаживаются с автомобилей на тот транспорт, где не требуется пока еще наличие водительского удостоверения. И при введении минного удостоверения уже будут предметы санкций, которые сейчас предупреждены кодексом. Это лишение права управления. В России скутеры и мопеды – транспорт сезонный. А вот в более теплых странах, например, в Италии, на них ездят практически круглый год. Причем выбирают такой способ передвижения абсолютно разные люди. Студенты, домохозяйки и бизнесмены. Даже бывший мэр Рима Франческо Рутелли ездил на работу не на престижном авто, а на скутере. Просто на узких европейских улочках автомобилю зачастую не развернуться. А вот в Екатеринбурге, несмотря на множество широких проспектов, водители автомобилей и скутеров никак не могут поделить пространство. Стоит отметить, что в Европе сесть за руль скутера или мопеда, не имея водительских прав, – серьезное нарушение. Да и к личной безопасности водители относятся более ответственно. Вот кадры, снятые на улицах Рима. Десятки скутеров. За рулем ни одного человека без шлема. А вот уже дорожный поток на улицах китайского города Бугат. Шлемов на водителях здесь не увидишь. Зато и скутеры, и мопеды, и велосипеды движутся четко по правой стороне дороги. В России такое поведение скорее исключение, чем правило. Сотрудники ГИБДД введение категории М поддерживают. Ведь с наступлением теплой погоды количество аварий с участием скутеров и мопедов резко увеличивается. Дорожные полицейские регистрируют в среднем по три аварии в сутки. Ведь многие водители скутеров даже не знают правил дорожного движения. Юлия Воронина, Сергей Карелин. События ОТВ.